Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все еще 19 июля. Сейчас я в теплице, там где утром показывала, что я снимала урожай. Сейчас я пришла делать очередную стрижку, потому что время идет, новые кисти образуются. Я вот оголяю их. Видите, вот это вновь прибывшие, уже все новые и новые. И я хочу рассказать сейчас не об этом, но хочу пару слов сказать тем, кто пишет. Вот где у вас трава? Почему у вас нет травы? Почему всегда так все чисто? Вот она моя трава. Вы видите эти кучи? Тут и трава, и пасынки, и все. Целыми мешками выношу, так что не расстраивайтесь. Трава у меня есть так же, как у всех. Некоторые, правда, наверное, думаются, пишут, у нее земля, наверное, жирная, у нее трава не растет. Думают, что я живу тут как в сказке. Нет, у меня те же самые трудности. Меня и трава одолевает, и все на свете. Вот сейчас я одновременно и пасынкую, и пропалываю, и добавляю вот из шланга, как я утром говорила про полив воды, потому что капельный полив попадает не во все луночки, и мне все-таки кажется, вот каждый день я думаю об этом, что воды им мало, мало, мало им воды, потому что они нынче меленькие, не хватает им воды. Но тема у нас другая. Я покажу, как я лечу свои томаты. Может быть, кому-то это пригодится. Ой, сейчас мы вот так вот обойдем. Вот смотрите, когда мы обрезаем пасынки, ну как, или ножницами, или обламываем, вот так вот, когда культурно мы обламываем, он обычно подсыхает, и ничего страшного в этом нет. Но бывает ситуация, когда или случайно идешь, или вот при пасынковании, сейчас я подвязываю, бывает ситуация, сейчас покажу какая, что вот этот листик, как же сделать это одной рукой, он случайно обрывается, и видите, и вот эта полоска, начинаем лист убирать, все поздно, полоса пошла. Казалось бы, ничего безобидного в этом нет. Но вот эта полоса в 50% будет здесь начало заболевания. У меня прошло несколько лет, пока я не связала вот эти вот, как сказать, вот эти рамки с таким заболеванием. Что, появляется черная полоса на стволе, вот она сейчас, ее не будет заметна, она не такая уж, травма, не такая рана, почти ничего, просто снята верхняя полоса. Если она останется, ну это я обрезала лишний пасынок, если она останется, вот это вот растение в теплице или на улице, почему-то, ну как говорят, рана, это всегда вход для инфекции у томатов, почему-то вот здесь начинается черная полоса. Начинается черная полоса, растение начинает засыхать, скрючиваться и в конце концов куст этот приходится удалять. Если я во время работы, вот во время своего посынкования, я всегда хожу с зеленкой, вот это у меня зеленка, это уличная, видите она вся грязненькая, ой, про руки тоже сразу скажу, не пишите, что руки у меня грязные и страшные, не тратьте свое и мое время, я работаю и руки перед каждой видеосъемкой мыть не буду, сразу говорю. И вот я хожу с зеленкой и каждую, ну это бывает очень редко, может быть два или три раза за сезон, но все равно терять куст из-за такой вот небрежности, своей халатности не хочется, я вот эту всю рамку, если уж она есть, если появилась, стараюсь, конечно, если потянулась пленочка, ее лучше оборвать как можно раньше, я ее потом всю замазываю зеленкой. И вот когда вы замажете зеленкой, я вот полечила томат вот так, он подсушивает и не дает никаким бактериям вот сюда проникнуть в эту рану. Вот это и называется, что вот я так лечу томаты. В этом году у меня уже вот три таких облома. Один раз просто даже верхушка случайно шла, ветер колыхался, верхушка вот так обломилась, это не обязательно лист. Вот если верхушка обломится, видите, и она вот так, если потянется, вот она, все. Вот она потянулась, потянулась, потянулась. Если бы вы ее обрезали или просто обломили, то ничего, но вот эта вот открытая зияющая рана, она может быть началом заболевания, туда попадут бактерии и все. Этот видеоролик у меня короткий, просто я вам на заметку, вот особенно новичкам, если у вас какая-то рана такая, сломался стебель, обломился, потянулась вот эта вот кожица, и содрали вы кожу, лучше помажьте зеленкой, полечите томат, тогда уже точно он у вас не заразится, и будет жизнь здоров. Ни одна еще рана, вот которую я помазала зеленкой, не заболела, и растение не засохло. А до этого, вот несколько лет я наблюдала, вот такую ранку сделаешь, кожицу снимешь, обязательно куст к концу лета засохнет, и он прекращает уже наливаться плоды, что-то с ним случается. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, я сейчас продолжаю, видите, у нас сколько тут новеньких томатов выросло, под листьями не было видно, а сейчас хорошо заметно, продолжая вот эти горы зелени, сейчас буду вытаскивать, много листьев, казалось бы, они еще могли бы принести пользу растению, они зеленые, хорошие, свежие, не подвержены никаким заболеваниям, но их так много, что они загораживают свет друг к другу, и если листья у меня куда-то внутрь идут, и один на второй налазит, то я их, конечно, обрезаю, пусть томаты спеются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!